2020-й стал для малого и среднего бизнеса в России одним из худших за последние несколько лет. С такими заголовками выходило несколько исследований экономистов, однако, несмотря на негативные прогнозы, количество МСП сократилось не так сильно, как ожидалось. Кто еще под угрозой закрытия в этом году? Какие отрасли, наоборот, начнут стремительно расти? Сейчас попробуем просуждать с нашим экспертом на видеосвязи со студией РБК Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского политеха. Юлия, здравствуйте. Спасибо, что наше время в этом году. Юлия, как вы оцениваете вообще 2020-й для МСП со своей точки зрения? Действительно ли все не так плохо, как мы ожидали? Добрый день, Рустам. Ну, прежде всего, результатом 2020 года может быть убеждение в необычной поддержке, беспрецедентной даже, я бы сказала, поддержке на региональном и на федеральном уровне как отдельных групп населения, так и в целом компаний. То есть, если вспоминать предыдущие кризисы, такой развернутой программы поддержки на всех уровнях не было еще ни разу. Поэтому результат 2020 года, пожалуй, для меня это откровение, что государство может помогать, может поддерживать, может тратить на это большую долю ВВП и может разрабатывать какие-то меры поддержки. А бизнес-бизнес-пансерно сказал, что им не хватило этих мер поддержки. Да, безусловно, но мы всегда, наверное, люди такие, всегда не хватает чего-либо, всегда хочется большего. Да, если сравнивать с беспрецедентными же мерами поддержки в других странах, возможно, мы не дотянули. Но если вспомнить предыдущие кризисы, когда не было вообще ничего, то мне кажется, что власти прыгнули выше головы. Поэтому, на мой взгляд, итоговый результат это то, что программа поддержки есть и то, что падение было не настолько глубоким как раз благодаря этим мерам поддержки. Ну вот разные там оценки звучали, например, от торгово-промышленной палаты, в том числе нашего региона, что с рынка ушел каждый десятый бизнес, может быть, чуть больше. Не значит ли это, что часть, которая все-таки дотянула до 2021 года, начнет закрываться сейчас? Когда им придется платить налоги, когда спрос все еще снижен, какие-то ограничения остаются? Что вы ждете сейчас от этого? Да, безусловно, 2020 год был в определенной степени некоторой дамбой перед прорывом, перед обвалом. Прежде всего, мораторий на банкротство очень сильно сдерживал ликвидацию компаний. Во-вторых, развернутые меры поддержки, которые могут быть использованы только существующими компаниями, сохраняющими рабочие места, это тоже все потенцировало не закрывать пока предпринимательный свой бизнес. И поэтому, да, была образована такая определенная платинка, и все сейчас будет зависеть, опять же, от дальнейших мер поддержки и от дальнейшего распространения коронавируса. Рухнет эта платина или наоборот, она укрепится? А рухнет платина, если мы говорим в масштабах региона, это все-таки там уже тысячи закрытых бизнесов? То есть это не сотни, однозначно? Ну вот смотрите, в нашем Пермском крае на сегодняшний день существует 95 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято порядка 280 тысяч человек. То есть в масштабах края даже обрушение на 30%, о котором говорила в конце прошлого года исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики, даже падение вот этого на 30% в количестве субъектов малого и среднего бизнеса для экономики Пермского края существенным не будет. Ну потому что у нас доля небольшая в малого и среднего бизнеса, понятное дело. Да, у нас совершенно небольшая доля, хотя за каждым из этих предприятий, конечно, стоят там и рухнувшие судьбы, и потерявшие работу, и доход люди, но тем не менее экономики края существенного урона не будет. А вот тенденция, например, Москвы и Санкт-Петербурга, где начинают проседать обрабатывающие предприятия и предприятия производственной сферы уже. Вот этот пример, он, я думаю, докатится до региона, и это может оказать более существенное влияние на уже экономику нашего края. И это тоже 2021 год? Это тоже этот год? Да, совершенно верно. То, что начали проседать промышленные предприятия, обрабатывающие производство, это вот будет, пожалуй, трендом 2021 года. В 2020 погибли легкие суда, да, а сейчас запас плавучести теряет уже тяжелая армада. Интересная, интересная очень такая метафора. Юлия, какие отрасли сейчас под угрозой? Ну вот мы уже сказали, да, если там про крупный бизнес, это обрабатывающие производство, а если мы все-таки про МСП еще говорим, кто сейчас остается под главной угрозой 2021 года? Мне кажется, что главной угрозой для малого и среднего бизнеса на 2021 год будет падение доходов населения. Это коснется не какой-то определенной отрасли, а это, мне кажется, будет трендом 2021 года, снижение реальных доходов населения. Даже наша официальная статистика показывает по разным источникам от 8 до 13% снижение реальных доходов населения. Эксперты же высшей школы экономики, которые посчитали доходы населения по поступлению НДФЛ в бюджет, говорят уже о 25% снижении доходов населения. Поэтому главный тренд этого года будет, как мне кажется, борьба за каждого покупателя, борьба за каждого клиента. И для государства это будет сохранение покупательской способности граждан, которые и поддерживают малый и средний бизнес. А какие тогда советы и рекомендации мы можем малому и среднему бизнесу дать, исходя из этой вашей оценки, что нужно удерживать каждого покупателя и так далее? Что им нужно развивать? Какие системы? Какие направления? Ну вот тренд, навязанный нам государством уже, это всеобщая реализация и переход в онлайн. Что интересно, в Соединенных Штатах и в Германии, например, наблюдается колоссальнейший рост стартапов, связанных с выходом в онлайн и с переходом в цифровую сферу. Поэтому вот какие-то прорывы, я думаю, ожидаются именно со стороны тех предпринимателей, которые быстро смогут перестроиться на онлайн. Ну вот как в первую волну пандемии очень хорошо поднялись службы доставки, службы, там какие-то агрегаторы онлайн торговли. То есть сейчас, возможно, все будет развиваться. Воспитание, развлечение детей через онлайн, какие-то еще спортивные мероприятия онлайн. Развлекательные и досуговые мероприятия. То есть выход в онлайн и переход в цифровую сферу, я думаю, будет трендом 2021 года. А для государства это будет сохранение доходов населения, что наглядно мы видим в принципе. У нас же принят колоссальный документ, достаточно большой, который называется «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочных структурных изменений в экономике». То есть на первом пункте, вот в этом документе, как раз стоит восстановление занятости и доходов населения. Поэтому вот это и будет трендом. А не поздно малому и среднему бизнесу-то внедрять это уже, вот эти вот все системы? Ну, мне кажется, поздно не будет никогда. В любом случае, все вот эти вот мероприятия, которые предпринимают сейчас, они имеют долгосрочный эффект. Лучшее время было вчера, второе лучшее время сегодня. Да. Классика. Да, совершенно верно. А завтра это уже будет поздно. Поэтому лучше что-то начать делать сегодня. Юлия, тогда у меня последний вопрос, как раз в продолжение того, что вы говорили, что частное образование, цифровизация взлетит. Какие отрасли-то будут расти в 2021 году? В малом и среднем бизнесе, если смотреть, в том числе в разрезе нашего региона. Ну, в разрезе нашего региона основную долю малого и среднего бизнеса занимает торговля и оказание услуг населению. Поэтому здесь какого-то роста ожидать не приходится. У нас, скорее, будет стагнация или сохранение на прежнем уровне, если доходы населения будут позволять пользоваться этими услугами и приобретать эти товары. Возможно, несколько вырастет внутренний туризм. Если не будет новых локдаунов, то, безусловно, внутренний туризм, туризм по Пермскому краю, перевозки по Пермскому краю туристические и не только туристические, они будут востребованы при соответствующем качестве услуг. Также, возможно, что будут продолжать быть востребованными услуги по доставке, по доставке продуктов, по доставке товаров, по доставке какого-то развлекательного контента. Спасибо. Спасибо огромное. Юлия Стародумова на видеосвязи со студией РБК, старший предваритель кафедры экономики и финансов Пермского политеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова